О, ребята, что у меня тут происходит? У меня дети уже дверь выносят, а у меня тут еще конь не валялся просто. Я разбираю дом, сняла с него крышу, всякие запчасти. Разбираю дальше. В доме дофига всякой фигни. В общем, разбираю. Звездец какой-то, вы посмотрите. О, боже мой. В общем, нашла куклу, одежду от нее, сапоги. Сейчас одену куклу, потом дом доразбираю. Посмотрите, какой кошмар. Вот такой тут пипецкий пипец. Да, в общем, наверное, к вечеру я все это закончу, если закончу. Так, кукла готова. Дальше. Так, все, что я вытаскивала из дома, это вообще все на выброс. Вот это старье, которое уже не ездит. И вообще просто стоит и пылится. Куклу запихнула вон туда в ее чемодан. Это от нее чемодан. Чтобы ее носить с собой. Там у нее можно одежду всякую складывать. В общем, так специально. Катя дарили в прошлом году. Так, и вот этот мусор мне сейчас надо как-то вынести хотя бы в гараж. В общем, Маше позвоню сейчас, скажу, чтобы она детей спрятала. И я тихонечко вот это вот все вынесу в гараж. Раскручиваю. Раскручиваю дом. Тут хорошо после лаврика остался этот нож, потому что я выходить боюсь. Они у меня там пасут меня под дверью, постоянно сюда стучатся. И проверяют, закрыта ли дверь. Выходила ли я. Ну вот, друзья. Дом я весь разобрала. Посмотрите, какая тут жесть под домом. Тут мне нужен, конечно, пылесос. Пылесос. Наверное, да. Пылесос сначала надо брать, пылесосить. Потом уже буду кровать двигать. Я еще точно не решила, буду я двигать ее или нет. В общем, пока решаю. Сейчас буду звонить Машке, чтобы она спрятала детей. Я тихонечко вот это все вынесу. Потому что мне и дом надо еще вынести. Вот эту вот мишуру всю в пакетик сложить. И когда будем дом оставлять на помойке, пакетик повешу, чтобы было видно, что здесь запчасти от него какие есть. Всего четыре. Вот эти вот стены и крыша. И все. Кому надо, заберут. У нас так всегда делают тут на помойке. Так, и вот это тоже надо выбросить. Шарик старый. Господи, сколько фигни всякая. А вот что с кухней делать, я не знаю. Она очень тяжелая. У меня еще Вовы просто нету. Лева занимается. Не могу его дергать. И, в общем, наверное, сейчас я ее вытащу, наверное, в коридор. В общем, как-нибудь сейчас я ее отодвину. Сейчас посмотрю. Может, Лева уже не занимается. Может, его попрошу. И вот от этого столика бы мне избавиться. Но пока они сидят. Я еще параллельно, пока вот это вот все делаю, я смотрела еще, какая мебель в Икеа есть. Какие столы тут замеряла. У меня тут рулетка где-то валяется. Вон она валяется. Тут уже замеряла, какие столики поставить, какие не ставить. Уже даже думала кровать купить, чтобы наверху была кровать, короче. А внизу стол, тумбочка. И такое место под всякие, вот с этой стороны, такие всякие полочки под всякую фигню. И вообще от всего избавиться. То есть получается и кровать наверху, и стол. Но у меня это все не влазит. Поэтому зачем я вам это рассказываю? Просто знаете, что я смотрела? Но, в общем, скорее всего будем оставлять вот эту кровать и просто два столика поставить. Но сюда чуть-чуть не влазит. Такие вот маленькие столики, которые в Икеа. Но там есть еще поменьше. Я поменьше посмотрю. Потом думала вот здесь поставить вот так два стола. Тоже думала. Но я хочу кровать сюда задвинуть. В общем, сейчас буду думать, когда я вот это вот все сейчас вынесу. У меня будет места побольше. Я еще подумаю. Так, у меня Маша спрятала... Тише, милая, тише. Спрятала детей. Милка, помощница ты моя. Пойдем. Так, ну что, погнали, друзья. Так. Так, у меня в гараже ничего нет. Что, Миланя? Миланя-ка вот так подержим с тобой, да? И будем все это выносить. Так, пусть стоит. Не трогай. Пошли дальше. Охренеть, у меня спецоперация. Жорик! А, ладно, ладно. Жди. Жди здесь, короче. Так, дальше. О, друзья. Вот что значит Лена весь день дома. Так, вот это все фигню я положила вот в такой пакет с зип-застежкой. Сейчас скотчем примотаю. И мы все это на помойку повезем. Я жду машину. У меня Лиза вернется через два часа. У меня нет ни одной машины. Лиза сейчас вернется. И будем с ней вывозить. Так, еще вот пакет. Еще один наверху. И кухня. Самое главное, кухня. Она самая стука тяжелая. Все. Последний мешок. И теперь надо что-то придумать. Так, а где у меня кот? Жорик, вот он, падла. Ну-ка, пошли домой. Все обнюхал. Все обнюхал. Все обнюхал. Молодец, красавчик. Все успел. Все, проваливаем отсюда. Все, валим отсюда. Как будто так и было. Да, Жора? Так, двигаю кухню. Я пока ее двигаю. Знаете, она вся по кускам просто уже разваливается. Ну, она и разваливалась до этого. Но сейчас прям вообще, вообще прям скрипит. Мне бы ее хотя бы так до лестницы дотащить. А там мы спустим с Машкой. Лева еще занимается. Сейчас он занимается. Может, с ним спустим. Ну, и что вы думаете, друзья? Я ее одна спустила. Она так удачно скатывалась по ковролиновой лестнице, что, в принципе, не составило никакого труда. Ее тяжелее двигать, чем спускать. В общем, теперь я ее как-то сейчас задвину сюда. Я ж буду не я, если я это не сделаю. Я не могу. Мне Вова говорит, Лена, подожди. Подожди, я приеду. Я не могу уж, да. Если я начала, то это все. Это кранты всему. Сделано, друзья. Сделано. Все, выкидываю. Она бедная вся, пока... Ну, она была такая, она прям стояла еле-еле уже. Она вся скрипит, стонет, бедная. В общем, ее, конечно, жалко, страшно. Она очень классная. Она очень нам долго служила. Дети долго играли. За исключением того, что они кран отломали в первую же секунду, как только они увидели. Еще маленькие были мы. На Новый год делали им подарок в первый год здесь. О, теперь жду Лизину машину. Лизу, точнее, с машины. О, Господи. Как ты ее сама дотащила. Она, короче, знаешь, как и... Помнишь, коробка из-под елки легко у меня так скатилась по ковролиновой лестнице. Она же тяжелая. Тяжелая. Ее двигать очень тяжело. Но по лестнице вниз вообще, вверх, я не представляю, как ее тащить. А вот вниз прям легко. Ну, просто вот как ее... Она очень тяжелая сама по себе. А вот вниз прям... Да. Маш, ты там детей сейчас мне выпустишь, они в комнату зайдут. Нет, я думала, если не будет, сюрпризы не будут. Какую сюрпризы собираешься сделать? Пустую комнату. Тихо. Ну да, я готовлюсь морально сейчас к этому, поэтому... Маш, принеси мне, пожалуйста, пакетик. Я забыла тут Сильваниан достать. Обычный пакет из Волмарта. Угу. Я забыла. Маша, ты шаг не жаловая? А я уже сейчас приду. Мне только вот это вытащить. Здесь действительно очень жарко. Принеси, пожалуйста, скорее мне пакетик обычный. Я уже по лестнице туда-сюда не забывалась бегать. Хорошо, что Маша вышла. Сейчас я вот это все сложу. Я забыла про это. Все проверила. Все пусто везде. А вот это забыла. Пока Маша у меня бегает за пакетиком, вы посмотрите, как мы захламились. Чувствуете, да, на что я намекаю, друзья? Продолжаем, друзья. Сейчас буду пылесосить под кухней. Но более-менее так еще не так все плохо. Но под домом вообще жесть какая-то. В общем, сейчас это все... В общем, меня Маша еще уговорила не избавляться от этого стола. Я его уже выносила. Она говорит, подожди, пока не заказала я. Я так никогда не закажу. Вот когда, знаете, пока это на века. Вот оно так и останется у меня. Я так вообще не закажу. Мне нужно икеевскую мебель заказать. Может быть, даже не икеевскую, но мне в икее там нравятся столики. Они компактненькие, удобненькие, маленькие. И так, ладно, давайте кроватью займусь. Пока поменяю постельное белье и буду ее двигать. Так, друзья, сейчас буду менять постель. Вот эту всю постель я сейчас выброшу. Иначе она тоже у меня пролежит долго. И Лаврик на ней будет спать долго. Тем более, вот это он уже вырос уже из этого бейбишарка. И вот, смотрите, вот еще такое вот тоже одеяло из той же серии. Вот видите, тоже вот такое, как стеганое, тоненькое, большое. Но вот оно просто как одеяло, оно не как простынь. Может, я его использую, кстати, сейчас как простынь Лаврику. Оно как Папа Трол. Он у нас Папа Трол смотрит периодически. И оно довольно большое. Сейчас посмотрю, как оно у меня обернет матрас. Друзья, знаете где? Я под кроватью. Видите, что делаю? Вот так вот вытягиваю простынь, чтобы она вся была под матрасом. Как-то я криво снимаю. Иначе она вся опять будет в эту кашу. В общем, я вот тут уже, видно вам, вот тут я уже все сделала. Сейчас вот здесь еще доделаю. И вылезу отсюда. Чтоб вы понимали, я вот так сейчас с Вовиком разговаривала по телефону. Ну, на динамике. Вот так вот. Он говорит, пиздец ты ебанутая. Да, вот так, друзья. Я говорю, я идеальная жена. Идеальная просто. Я все же зашибись, блядь. Почему ты, сука, такая довольная? Какие наркотики ты принимаешь? Это что за, блядь, такая херня? Смотри, какая я тут вся оконченная. Охуела уже. Это что, блядь, надо было пивнуть, курнуть, блядь? Я не знаю. Я хочу тебя спасти из этого ада. Зато, друзья, вы только посмотрите. Это то, что нужно. Просто то, что нужно. Смотрите. Оно широкое. Насколько завернуто. Видите? С этой стороны завернуто. Вон, с той стороны завернуто. Теперь не будет вот этой вот каши вот этой. Представляете, как здорово? Что? У меня все в прямом эфире. Что это? Книга. Какая книга? Нет, нельзя. Но она полностью вся, мам. О, боже. Это же я вам еще читала. Тебе лично. Это я лично заклеивала все скотчем. Скотч еще был дурацкий в Томске. Пипец, где тут год-то написан как раз. Где-то тут должен быть. Ну да, тут пипец. Но почитать еще можно. Хочешь читать? Даже вырвана страничка, где год написан все в скотче. Видите, вся вот даже вот уголки. Какой нож? А, я там отпиливала дом. Дом? Ну, надо было разытывать его весь, да. 84 российских рубля, что ли, написано. Ты видишь, что я сделала? Застелила? Клевая простынь. А это разве не одеяло? Это одеяло. Но она теперь простынь. Клевая? Но она быстро, мне кажется, расфасовывала. Нет, наоборот, это очень удобно. Ну и ладно, я ее там все завернула под матрас. И будет вообще клево. У Кати только такого нет. Если я не найду такие простыни, я такой же ей покрывала куплю. Ну, а почему? Почему? Типа на резинках и расфасовывала. Не, ну у Кати пока вот эту, я сейчас поменяю на другую, на чистую. Ну, в резинках это удобно. Да, но она тонкая, ужас. Вообще, они когда спят, у них просто вот каша под ними. Это очень удобно просто. Но это тоже быстро расфасовывала. Нет, нет, ничего с ней не будет. Вообще она такая останется. Она форму держит. Вот это просто форму держит. Клево? У меня еще где-то наволочка вот такая. Я не могу ее найти спа-патролом. Ты не видела? Может, я еще... Нет, там нету. Там я уже все разобрала. Сейчас теперь осталось мне наволочки другие. И у Кати сейчас все поменяю тоже. Так, вот знаете, сейчас пока наволочки меняла, вспомнила, вспоминала, вспоминала и вспомнила, где мы вот это купили. Мы купили это в Таргете. В первый же год, когда мы сюда вообще приехали, нам нужны были какие-то одеяла. И вот это вот я купила там для малышей. И, в общем, если я не найду сегодня в интернете подобные какие-то штуки, то я, наверное, закажу вот именно вот такие вот наборы. Там был только вот этот вот плед, это одеяло и наволочка. Вот такая вот, которую я вам показывала. И все, и больше ничего. Не просто ничего. И можно использовать просто вот как вот так вот. И так я, наверное, сделаю. Может быть, я сегодня допрусь до Таргета. Или просто в интернете посмотрю. Так, в общем, это просто... Хотела вот это застелить, простынь Майнкрафт, но она без резинок, без всего. Это еще от Левкиного набора. Ее выбросить просто надо. Она никому не нужна. Она очень неудобная. Она не тактильная, в общем, дурацкая. Так, это я Кате сейчас меняю белье. Две наволочки и простынь вот такая. У Кати пока нету такой клевый простынь. Поэтому у нее будет вот такая вот. А белую сейчас сниму. Так, хочется эту кровать поменять уже вообще. Вот это вот. Я не знаю, чем отковыривать. Но ладно, вот это. Но вот это что, красить? Ну что вообще, жизнь? Ее, по-моему, проще выкинуть, чем отреставрировать ее снова. Она уже вся старая, какая-то скрипучая. И вот такие вот наволочки у Кати. Так, постель я ее уже всю поменяла. Заброшу уже подушки. И все. Так, одеяло пока те же самые и у Лаврика, и у Кати. Но со временем я тоже их хочу заменить, потому что там уже все распускается уже. Где-то у меня тут дыра такая большая. В общем, есть уже такие дыры. Так себе качество. Где-то. Ага. Ну вот такие вот всякие косяки. В общем, буду избавляться. Что-то лезет из него. Тоже буду менять эти одеяла. Так, ну что? Господи, что дальше-то сделать, а? Я, видите, как нагромоздила, чтобы мне пропылесосить все. И, что немаловажно, у меня освободилось много розеток. Посмотрите. Их здесь очень не хватало. Они были все загружены, все заставлены. Вот эти две. Вот эта была за кухней заставлена. Она здесь очень нужна была. В общем, все к лучшему. Ну, что вы думаете? Начала отодвигать вот эту полку, чтобы там пропылесосить. Обнаружила, во-первых, еще одну розетку. Во-вторых, я решила поставить эту полку вон туда, а столик вот сюда. Чтобы отсюда свет падал. Потом я его, конечно, выкину и поставлю сюда обычный стол уже повыше. Но пока вот здесь хочу поставить, чтобы свет был, детям как-то разнообразие. В общем, менять так все менять. Заодно пропылесош. Да? И розетка открыта. Она вертикально теперь стоит. Сейчас я всю захламлю. Вот этим всем хламом, который остался. Ну, это не все осталось. Я половину выбросила, половину книжек выбросила. Кроме тех, которые мне дороги. И немножечко оставила игрушек. Ну, тоже многие выбросила. Выбросила. Вот это вот еще на очереди. Но мне его жалко. Я его купила. Катя была беременна. Увидела его. Глазки купила. Так, а гусеницу я вон туда запиндюрила. Я думаю, Кате будет приятно. Она любит всякие эти няшные штучки. Но это ненадолго. Это тот еще полисборник. Поэтому скоро тоже выкину. По-моему, очень даже неплохо. Так, еще какие-нибудь игрушки сейчас сюда поставлю. По-моему, очень даже ничего. Тебя забыла. Поставила еще сюда. Это аптека. Больничка, короче, и кухня. И игрушки посадила. Еще вон туда втемяшила спанч-бобика. По-моему, неплохо. Еще думала, вот эти коробки сюда вообще, ни туда, ни сюда. Да, лучше их вообще убрать, наверное. Сейчас подумаем. Да, без них определенно лучше. Вот так вот оставим. И куда мне их теперь деть? Ну вот и все, друзья. Комната готова. Пространство стало больше. Место для... Ну, вообще просто места больше стало. Уж не знаю для чего, но просто его стало больше. Воздуха больше, места больше, света больше, хлама меньше. Все. Теперь буду думать, как мне поступать уже со столами. Может быть, один поставлю туда, может быть, один сюда. Но мы в любом случае пока еще их не заказываем, но уже так присматриваю. Потому что пока еще Катя толком никаких уроков не делает. Лаврик еще за этим столиком сидит. Ну, раз я оставила этот столик, значит, следующий закажу еще не скоро. Так. И сегодня я пойду... Сейчас, когда смонтирую уже видео, пойду уже лазить по Амазону. Что это? Рулетка. Лазить уже в Амазоне, искать вот эти вот одеялки с наволочками. Чтобы у Кати тоже было красиво. Ну, или и Лаврику, и Кате куплю, а вот это вот уберу уже по Патрону, чтобы было одинаково. И наволочка, и вот это вот простынь, чтобы все было одинаково. Все, друзья. Пошла звать детей. Ох, сейчас реакция будет. Не знаю, увидят, сразу не увидят, заметят, не заметят, что кухни нет, дома нет. Так. Что ты там ешь? А, печеньки. Я так хотела! Так хотела? Да. Ну, как вам? Ты нашла вот эту? Кого? Нет, она просто под этим стояла, под окном. Я ее поставила по-другому просто. Ты, говорит, нашла эту. Ну, как вам? Круто. Круто? Я ее нашла! А, он лежал на домике, просто вы не видели его, кстати, о домике. Не крошить! Мать пылесосила тут. Ну, нравится? Нравится? Вон там теперь ваше лего, лампа теперь здесь. А где лего? Вон оно, лего. Все? Ничего больше не ищите, все, хватает, все. А где кухня? Кухни нету. Она сломалась. Сломалась? Да. Она совсем сильно сломалась. Прям сильно-сильно сломалась. Ты хочешь зайчиков? А, зайчиков я вытащила. Всех из Сильвании я вытащила, не переживай. Кукла, да. Это рулетка, Катя. Это просто рулетка. Куклу нашел. Тише, тише, тише. Ты мне руку оторвешь. Нравится, Лаврушка? У тебя красивая теперь простынь. Это папа от Ролла, Лавруша? Тебе нравится? И удобно, и ты хоть в нем не будешь путаться. Да? Это Скай, по-моему, зовут. А такая у тебя простыночка. Я еще тебе закажу красивую какую-нибудь. Где шайчик? Кто? Шайчик. Кто это шайчик? Где шайчик? Зайчик? Да. А, сейчас покажу. Правильно, там. Я просто в пакет положила, вон они, зайчики. Где Машу? Позови Машу, не знаю. Вот они, зайчики, они никуда не делись. Зайчики, зайчики, зайчики. Сейчас будете играть? Ну, играйте. Сразу хочется во все играть. Во все не играли, не знаю. Месяц, наверное, в них не играли. Теперь будут играть. Вон домики от зайчиков. Маш, пойдем посмотрим. Ух ты. Нет, ты не видела еще этого. Пасту себе сделала? Молодец. Чаек, конфетки, печеньки. Маш, я хочу тут пропылесосить. Я еще даже забыла, в общем, я про это. Пойдем, посмотришь быстренько, одним глазком. Я буду здесь пылесосить, когда ты даешь. Так, сейчас Маша покушает, придет, посмотрит. Горшки их пока здесь поставила. Забыла совсем про эти горшки. Ой, все хочется во все играть сразу. Так, ладно, вот это у меня последний пакет там со всякой фигней. И вот это уже в стирку. Это Катя на белье. И пойду на балконе пропылесосить сейчас. Маша, иди туда. Ой, как пусто, как будто мы только переехали. Здесь у нас очень много места. Ну, конечно, ни дома, ни кухни. Они дома даже не заметили. Мила! Мила, сейчас уйдет, сейчас уйдет. Как новенько все начали играть. Угу, да. Сразу только игрушки переложи на другие места и начинают играть сразу. Вон туда поставила, вон тот ящик. Маш. Маша! Да, извините. Маша, помоги. О, нет, спасибо. Так, а та самая коробка, которая осталась у меня, вот, лишняя, которая, я ее под Сильваниан Фэмилис теперь у них. Теперь они здесь будут рыться, все доставать и там загружать все свои домики. Все, ладно, играйте. Так, аккуратненько все выставляют. Ой, как и посуда там, и кровать, и вся кухня. Мама, она гуляет. Если бы было бы удобнее, а то они у Геннадца. Ну, им так удобно, Маша, ты так же на полу все собирала. Мила. Нет, это вполне, это понравилось. Маш! Что это? Это ляточки едут? Да, она гуляет. Да, она гуляет. Дайте я вам на стол поставлю. Да не надо, Маша, они сами уже захотят поставить. Не надо. Им удобно на полу? Стараются. Им тут свет, лампа светит хорошо. Мила. Так, Маська пошла все обнюхивать, обнюхивать все. А что поставила школу здесь? Не знаю, пока я на стол хотела положить. Ну, а они играют этим. Так это в общем доступе лежит все время. Это не школа, там все подряд, там раскраски. Потом уже нормальные. Не знаю. Мам, смотри. Сюда обычные столы потом купим уже. И весь этот хлам будет уже в столах. Очень аккуратно. Просторненько стало. Масик уделов тут обнюхилась. Масенька, мой сладкий. Ой, Масенька. Прыгнет сейчас как, да? Нет. Ты мой красавчик такой-такой. Такой-такой прям. Так, мне надо сейчас скупать детей в магазин ехать. У меня совсем у кошек нет еды. Никакой вообще. Ну, там какие-то консервы есть. Ой, не надо, Катя, вот через это лазить. Там ее вот здесь поставить лестницу. Но Маша ее пока здесь поставила. Он играет, Катя. Он играет. Но с ним так не надо играть. Он, конечно, играет. Но с ним так не надо играть. В общем, поеду в магазин. Заеду заодно в Таргет. Посмотрю вот эти вот. Мама, как залезать? Никак не залезать. И кошкам еду куплю. Это будет, друзья, в следующем влоге. Мама, убери мою сону. Сейчас уберу. Пойдем, малыш. Иди к маме. Иди. Пока дала им баночку. Они страшно рады ей. Они обожают эти консервы. В общем, пока баночка. Сейчас у меня Лиза приедет через полчаса. И я Дуну в супермаркет. Похожу там одна. Ура, ура, ура. Так, и все блинчики, они остыли. Я засунула по пакетикам, чтобы в морозилку положить. И несколько штук просто в холодильник. В обычный контейнер. Без заморозки. Чтобы завтра это все на завтрак скушать. Так, ну и вот эти. Обычно Лиза еще не пришла. Лева тоже был все время занят. Сейчас они выйдут. Лиза приедет. И покушает. Просила обычные ей сделать. Все. А это все в заморозку. Их почти не видно на этой столешнице. Такие темные, кажется. Ставец. Продолжение следует. Ну и так. Ну и так. Продолжение следует...